Я Абрама Валерия, я живу в Аршалунском районе села Ижевское. Я учусь в общеобразовательной школе села Ижевского. Мне нравится заниматься волейболом, также я занимаюсь лыжами. Периодически я участвую на соревнованиях в теннис. Также я сейчас учу английский для моего будущего. Из хобби я люблю рисовать, начинала учиться играть на гитаре. Сначала у нас в школе проводились тесты, и далее я прошла в следующий этап. Мы ездили в Кокчетав, чтобы подтвердить уровень моих знаний. Я подтвердила, и мне выдали сертификат. Далее меня приглашали в Устану на дальше проходить тесты, на разговор с психологом. Мне предоставилась возможность участвовать в разных проектах. Да, конечно, это достижения в Олимпиадах. Это честь для школы, честь для меня, что я смогла достичь такого уровня. Я дальше, больше буду развиваться. Я с удовольствием приму участие в этом проекте. Меня зовут Динара, я являюсь координатором Центра диагностики детей и молодежи. По образованию являюсь педагогом-психологом. Перед тем, как работать в корпоративном фонде, я работала два года в Центре Дарын. Это региональный центр в Устанайской области. И уже два года занималась данным проектом в регионе. Хаблет – это служба единой системы диагностики и профориентации школьников. Также это служба поддержки и сопровождения детей и молодежи в целях реализации творческого и индивидуального потенциала. Какой я могу дать совет детям, подросткам? Это развивать себя с различных сторон, так как идущий век – это век самореализации, развития. Поэтому не нужно останавливаться, нужно искать себя и пробовать себя во всех сферах. И что зайдет, то и использовать в дальнейшем в своей жизни. Также у нас есть такое понятие, как реестр талантов. Туда дети проходят, если они по всем четырем направлениям в рамках 4К – это коммуникация, коллаборация, критическое мышление и креативность – проходит реестр талантов. Я Абрамова Лидия, мама прекрасной дочери своей Валерии. 2010 года рождения она, и уже в садике первые ее рисунки были настолько эстетичные, настолько тонкие и красивые. Ну, с первых дней жизни я ей просто восхищалась. Ну, то есть, наверное, как каждая мама, безконечно любит своего ребенка. И я не исключение. Попутно развивались хобби, навыки. Она рисовала, много лепила. Это была тонкая, филигранная работа. Очень красивые поделки. Мы столько всего хранили, и они хранятся до сих пор у нас в коробках на чердаке у родителей. Еще будучи она совсем маленькой, я купила ей лыжи, и она начала просто во дворе кататься. Будучи в четвертом классе, в категории среднего звена, она заняла третье место, промчалась, как пуля на лыжах. И это был шок у всех, и у нее тоже. Молодец, она показала себя, ну и, в принципе, начала развиваться свой талант в лыжных гонках. Чуть позже начала увлекаться волейболом и посещая тренировки. За прошлый год они выезжали трижды на международные конкурсы, то есть это проектная деятельность. Они выезжали в Алмату дважды и в Шимкент, где она занимала первые места и даже забрала гран-при. Я благодарна случаю, что все так сложилось, что ребенок показал необходимые знания, что ее заметили. Да, ее заметили сначала на районном, на областном уровне были приглашения, куда мы с благодарностью приехали. Я благодарна, что ребенок участвует в вашем проекте и что вы заметили ее, приехали и уделили свое время и внимание.